Ребята, всем привет! Новый влог, и сегодня у меня большие планы. Сегодня я буду отправлять посылку в Грузию. Дедушке моему буду отправлять лекарства и виноград. Поэтому сегодня вы вместе со мной. Дедушка недавно прислал мне из Грузии вина и мазь. Он надеялся, что эта мазь мне поможет избавиться от моих прыщей. Вот, это какой-то семейный рецепт, я в нем не разбираюсь. Но, к сожалению, он мне не помог, я попробовала. Два дня помазала и как бы... Вот, но эту мазь я оставлю, потому что девушка сказала, что она хорошо помогает от ожогов, еще чего-то. Поэтому оставлю. А еще несколько дней назад мы вычистили холодильник. Ну, помыли, да, мы со Славой заморочились. Я говорю, слушай, так мне надоели эти банки. У нас в холодильнике в самом углу, в самом конце, там где стенка уже идет, там постоянно рядами стояли какие-то банки, которые нам там бабушки передавали, еще кто-то там передавал. Я сказала Славе, что мы это не едим. Мне кажется, этим банкам много лет, ну, года три, наверное, точно, потому что сколько я себя помню, мне кажется, всю жизнь там стояли эти банки. И я говорю, давай все уже, ну, реально надоели эти банки. И мы собрали четыре, четыре больших пакета с банками и отнесли все это на мусорку. И теперь так прекрасно открывать холодильник и видеть там такую красоту. А еще у меня дома постоянно не было льда, потому что я его, в принципе, ну, особо-то и не использую в пищу, в напитки, еще что-то. Вот, но мне захотелось, чтобы там было много льда, поэтому я несколько дней замораживала лед, и теперь у меня там целая куча льда. В общем, всяких таких мелочей поделали. Вот, а еще вы знаете то, что я последнее время дома не особо много убиралась. Ну, как, типа пылесосить, да, но так на кухне после того, как приготовила что-то убрать, отнести там, не знаю, какие-нибудь пачки чипсов на помойку съеденные. И, короче, суть в том, что за последние где-то полтора месяца два раза я вызывала клининговую компанию, потому что мне было очень неохота дома убираться. Не потому что, там, типа, мне лень, а просто мне хотелось это время потратить на что-то другое. И на самом деле это реально такой кайф, когда ты можешь потратить свое время на что-то другое, не на уборку. Я люблю, когда дома чисто, ну, вы это знаете, но иногда хочется что-то другое поделать. Вот сейчас я занимаюсь тиктоком, и я так расстраиваюсь иногда, я думаю, что, блин, я так поздно начала, у меня точно там не будет много миллионов подписчиков. Ну, не то чтобы это важно, но, наверное, есть какая-то цель, может быть, чтобы набрать аудиторию в тиктоке, тоже развить эту социальную сеть, скажем так. В данный момент, когда я записываю это видео, вот сколько у меня подписчиков. Знаете, это как раньше, когда я была маленькая, я снимала видео, некоторые видосы у меня прям вообще офигенно залетают. Ну, некоторые не залетают в рекомендации, так, может, не в самые топовые рекомендации. Некоторые залетают, вот, например, с Кариной мы когда снимали, вот этот тикток, тут вообще 2,8 миллиона просмотров, прикиньте. А лайков? 433 тысячи лайков. На самом деле, я вот что заметила. Сегодня я проснулась, открыла новый видос про гастроэнтеролога, как раз-таки. И там я сказала, что, ребята, если я в этот день выпускаю сториз о платьях, которые я разыгрывала, то начинайте мне писать в директ, Юля, ты забыла, Юля, ты забыла. Конечно, мне сразу все начали писать, Юля, ты забыла. И я реально забыла, и когда мне начали писать, я вспомнила. Но сейчас я просто не могу это сделать, у меня нет на это времени, потому что мне нужно смонтировать короткое видео с платьями, найти всех участников, выбрать, кому я что подарю, потому что я это делаю сама, как хочу. Ну, типа, это не то, что какая-то программа ищет, я просто листаю, останавливаюсь, смотрю, так, вот тебя вписываем. Ну, типа, это вот такое. То есть, знаете, если вдруг вы выиграли от меня какой-то наряд, это значит, что лично я выбрала вас. Вот, а вообще, в идеале, конечно, мне бы хотелось еще просматривать профиль, потому что дело не в том, что, типа, зависит от того, красивый у вас профиль или нет. Если некрасивый, то не хочу вам ничего дарить, нет. Просто я в том плане, что мне хочется, чтобы вещи, которые я разыгрываю, они отдавались тем людям, на которых они, ну, которые реально смогут их носить. Это, грубо говоря, я думаю, вряд ли, конечно, что, допустим, девочка 14 лет, там, захотела какое-то платье, знаете, для взрослых девочек, что-то в этом духе. И, ну, я думаю, вряд ли там она что-то такое написала. Я вообще даже не знаю, смотрят ли меня такие ребята. Поэтому напишите, пожалуйста, в комментариях, сколько вам лет. Буду вам очень благодарна. Я, в принципе, и так знаю, что в основном все мои ровесники чуть помладше, чуть постарше. То есть я знаю, мне кажется, свою аудиторию. Я, конечно, и по статистике вижу, что у меня очень много взрослых ребят, моих ровесников, и старше намного даже. Но все равно ради интереса, потому что я знаю, что статистика может врать. Кто-то на ютюбе когда-то поставил, что ему 18. Мне кажется, я тоже так ставила. Хотя, на самом деле, мне было лет 16, знаете. Понимаете? Короче, сегодня я заеду к папе. В общем, сейчас я поеду на такой типа мини-рынок, где как раз-таки я обычно покупаю сыр чанах, лаваш. Это все тоже мне нужно. Но мне нужно найти там хороший, вкусный виноград кишмиш, который любит мой дедушка. И сегодня же мне нужно его отвезти на то место, откуда отправляют посылки в Грузию. Завтра должна прийти посылка из Грузии для меня, дедушке. Там вино должно быть. И завтра же, получается, поедет машина заново. Едет она где-то два дня из Москвы в Грузию. Конкретно в Кабулете, получается, я буду отправлять. К папе заеду. Он сказал, что у него есть коробки какие-то. Надо посмотреть, потому что мне нужно, получается, коробку. А где ее взять, у меня их дома нет. Обычно я их все выкидываю. Ну, есть какие-то, но они маленькие, там, не подойдут. Поэтому, поэтому да. Я себе решила заказать дозатор для мыла. И хочу сейчас вместе с вами его протестить. Тут даже есть какая-то жиза. Прикольно. Интересно, его нужно заряжать? Или он просто так вот берет и работает? Так, дозатор состоит из двух частей. Это вот, получается, откуда у нас пена пойдет. Вот это что такое? Сюда наверняка нужны батарейки. А они у меня есть уже все. Так, кажется, я нашла батарейки. Только я не уверена, что они работают. Одна точно хорошая. Другую я у Славы стащила. Другие две. Нужно три. Я так волнуюсь, девочки. Смотрите, здесь какая-то штучка. Ее нужно открыть. Такая она силиконовая. Открываем. Это, знаете, технологии. Я вообще как, знаете, доисторический человек. О, боже. Это офигенно. Это просто офигительно. Это очень весело и занятно. Ничего себе. А как вкусно пахнет. Блин, клево. А вот сюда, интересно, можно разное другое мыло наливать? В общем, называется, если по-русски, если правильно сказать, эта штука называется Simple Way C1. Вот так вот эта штучка называется. Я очень хочу еще такую. Это очень круто. В общем, кайфовая штука. Мне очень понравилась, потому что, ну, понятное дело, это намного удобнее, чем вот так вот постоянно нажимать. Ну, вы поняли. Мне безумно зашла эта штука. Это очень весело. Какими-то фруктиками. Я заказала этот дозатор на сайте Алиэкспресс. И как раз сегодня, 11-го числа, когда я выпускаю это видео на сайте Алиэкспресс, офигенная распродажа. И это еще не все. У меня для вас есть промокод. Вот так вот он называется. Вот так вот вам нужно будет его ввести. И он вам даст скидку 45%. И цена получится вот такая. И очень важный момент. Покупатель, который купит Simple Way Dazaor, такой же, как я вам показала, он может выиграть робот-пылесос. Но самое главное, что нужно купить вот в этом магазине, который видите на экране. Первые 100 покупателей, которые сделали заказ на 69 долларов, могут получить блютуз-гарнитуру вот такую. Заскриньте, почитайте, посмотрите, потому что это реально очень выгодно, очень классно. Тем более, что... Ну, мне кажется, это очень весело. Я кайфую. Ну и понятное дело, что все ссылочки я оставила в описании. Скорее, зайдите, посмотрите. И дозатор, как у меня, тоже зайдите, посмотрите. Так, ребят, вот такой у меня наряд грибочка. Очень нравится эта панама. Она, конечно, ну, вот так вот не смотрится. Так, мужская-женская. Ну, вот здесь вот у меня кофточка, видите, она прям идеально подходит. Может, я сниму панаму попозже, но просто... Я не знаю, что с моими волосами, меня жутко бесит. Я их не могу нормально как-то уложить, только если закручивать. С прямыми мне не нравится. Они очень быстро грязнятся. Я не понимаю... Вообще не понимаю, какого черта. И я постоянно хожу с пучками, с хвостиками. И в тех же тиктоках тоже постоянно приходится сниматься с всякими пучками, хвостиками, потому что как-то вообще, ну, не знаю. В общем, я хочу, чтобы скорее у меня волосы еще подлиннее отросли. Да, все. Юля из будущего. Надеюсь, что когда ты выросла, всю зиму и холодную погоду, ты проводишь где-нибудь в теплых краях со своей семьей, на какой-нибудь классной вилле или в вашем доме в Испании. Очень холодно. Не хочу я такое. Не хочу. Так вот, сейчас я еду на тот самый рынок, про который я вам говорила. Буду искать там виноград. Надеюсь, что он там будет хороший. Дедушка сказал там попробовать посмотреть. Я знаю еще, правда, местечко, где хороший виноград может быть, но я не знаю. Так, по поводу моего трека. Даже подача другая. Я понимаю, что вот он типа говорит, ну вот я повысил автотюн на максимум. Я понимаю, что все равно не то. То есть дело даже не в автотюне. Мне просто не нравится, с какой подачи я записала первый куплет. Он должен быть такой, знаете, прям вот как будто ударяет тебе в уши. Слава мне вот что говорит. Ты понимаешь, тебе все начнут писать, что много автотюна, отстоя, все такое. Я говорю, ты понимаешь, мой хороший, мне все равно так напишут. Понимаете, даже если выпустить песню вообще без автотюна, без обработок, все равно напишут автотюн. Поэтому я Славе говорю, знаешь, мне вообще пофигу, кто что напишет. Пусть хоть все комменты будут про автотюн, но зато я буду кайфовать от своего трека. Реально. Я думаю, что так и надо жить. Короче, ну блин, кто меня все время отвлекает? А, я же за рулем. Так вот. А, во многих моих треках есть такие кусочки, моментики, которые при не записи, а при обработке, при еще, при сведении, я говорю, блин, мне не нравится этот момент. Пожалуйста, давайте как-то его, ну, что-то сделаем с ним. Какой-то эффект на него накинем. Ну, пофиг, что он там будет как-то что-то где-то, ну, странное, что-то. Ну, блин, не нравится мне, как здесь звучит. Давайте перезапишем. Ну, в общем, я, знаете, что поняла? Нужно всегда отсваивать, отстаивать свои права, свое желание. Ну, не то, что права, а свое желание. То, что ты хочешь, нужно всегда это отстаивать. Я не вижу ничего плохого в тюне вообще, если это делает твой трек, твой голос круче, если это делает твой трек более стильным, более приятным и твоим ушам. Я не понимаю вообще ничего в этой жизни. Все, еду, когда еду до рынка, к вам вернусь. Доехала до рынка, взяла чанах, лаваш и кучу винограда, виноград и в черном пакете мандарины. Уже нам домой взяла космара. Там чанах у меня с лавашом. За что я люблю рынки, ты приходишь и тебя сразу на, солнышко, попробуй, сразу на это попробуй. У меня мандарин дали, я уже поела. Особенно в коронавирус, сейчас бы мандарин поесть. Так что вот, а сейчас я еду к папе на работу. Слава богу, он рядышком. Заеду и надеюсь, что мы найдем у него какую-то коробку хорошую. Потому что я не знаю, как иначе. Мне нужно отправить виноград, и виноград это дело такое, знаете, еще расквасится весь, размяжется. Но мне сказали, что он, я его попробовала тоже, очень вкусный виноград, реально кишмиш, вот как надо. Вот, так что едем к папе. Нет никого. Здрасте. Пап. Привет. Коробки имеешь? О, у тебя какая? Коробки передачи, например, или картонные? Картонные. Жесть, смотрите, сколько дачек. Просто аншлаг, ребята. Здорово. Привет. Ребята, вы просто сейчас офигеете. Насколько тупая ситуация получилась. В общем, я два дня назад, это не месяц, два дня назад я звоню, значит, туда вот, где посылки из Грузии можно отправить, получить, и говорю, Дратути, когда у вас машина приедет, и когда она уедет в Грузию, я хочу дедушке посылку отправить в Грузию. Мне они такие говорят, во вторник, я такая, ну, во вторник, ну, хорошо, замечательно, суть в том, что во вторник как раз должна приехать машина с моим вином, ну, не вся машина, конечно, а просто машина с посылками, и одна из посылок это от дедушки моего с вином из Грузии. я такая думаю, Вась, замечательно, приеду, заберу вино, и, ну, не, я как думала, что в понедельник сегодня я отвезу посылку, которая во вторник уедет на машине, которая приедет из Грузии. я купила винограда где-то на 2500, 600, ну, что-то в духе вот таких цифер, я просто его очень много взяла, чтобы дедушки там намного хватило, он такой хороший, ну, как бы он, наверное, может, не знаю, сколько там недель, ну, ну, ладно, может, немного недель прям, но, типа, выживет, то есть с кайфом дедушка его будет кушать просто и утром, и днем, и вечером, я закупилась, все, приехала к папе за коробкой, взяла коробку, мы все это заклеили скотчем, я из дома взяла, я, значит, еду туда, где посылки отправлять, приезжаю, все, уже деньги перевела, они там взвесили мою эту посылочку, все, номер телефона свой, дедушки, ну, все, короче, сказала, все, что надо, чтобы отправить посылку, в итоге, это просто угар, я уже собираюсь почти что выходить от них, ну, как бы говорю, спасибо вам за помощь, там это все, типа, дедушке моему позвоните, посылочку, я уже попросила, говорю, там у меня виноград, пожалуйста, это самое, наклеите что-нибудь, типа там стекло, чтобы его не швыряли, вот, они все это сделали, я такая говорю, ну, а что это, когда вообще, когда будет там, два-три дня ехать, где-то, да, ну, через три дня где-то там будет, да, ну, я просто как думаю, на два дня где-то туда ехать, да, на машине, как раз завтра они отправят, ну, считай, три дня, они говорят, нет, в субботу мы отправляем, ну, в понедельник будет там, я понимаю, что это целая неделя, я такая, ну, подождите, ну, короче, ну, я там извинилась, я говорю, я просто спросила, мне сказали, мне вернули деньги назад, все зачеркнули, там что-то записали, я забрала эту коробку с виноградом, и сейчас я еду обратно к папе, потому что я там столько винограда взяла, мама у меня сейчас на даче, ну, типа, даже, знаете, виноград некому завести, ну, как бы папе отдам виноград, ну, не весь, там у меня два больших, три больших пакета, два отдам ему, чтобы там дети кушали, он кушал, и один пакет заберу себе домой, и мы там со Славой тоже пожуем виноград, ну, а что, реально, а что мне теперь делать, в итоге в пятницу я поеду заново, таким же маршрутом, причем самое интересное, что в пятницу у меня врач утром в центре, гастроэнтеролог, потому что, ну, вы знаете, я анализы сдавала из предыдущего влога, они уже пришли, по этим анализам, как бы, я не разбираюсь, ну, все, что я увидела, там все хорошо, там где-то какие-то позиции чуть, чуть, на 0,1 превышают, или чуть меньше, но это типа там буквально 3, наверное, такие позиции, из кучи анализов, которые типа не в норме, а чуть-чуть выше, или чуть-чуть ниже, но мне кажется, что это вообще сильно какой-то роли не играет, но не знаю, посмотрим, что мне скажет врач, гастроэнтеролог, я, кстати, еще не начала пить таблетки, которые мне прописал врач, потому что у меня есть некоторое недопонимание того, как некоторые из того, что мне прописали пить, а мне прописали 4 всего, это получается у меня, ну, как бы рацион еды в день, это просто таблетки одни получатся, и мне хотелось бы прояснить ситуацию, как мне все это смешивать, в какой момент чупить, потому что инструкция там не очень мне хорошая попалась, точнее, мне не очень внятно все написали и донесли, что когда мне принимать, там типа получается я утром и то, и то и то пью, в обед я пью только одно и третье, пятое, десятое, ну, короче, вот сейчас уже через 2 минуты буду у папы, сегодня у меня такой маршрут, катаюсь домой, потом поеду, получается, зря сегодня весь день потратила на эти катания, чтобы вы понимали, если у меня столько покаталось, ну, как, вышла из дома, заехала в одно место, там купила виноград, поехала в другое место к папе, взяла у него коробку, он мне дал, вы видели, потом я поехала туда, да, где отправлять, сейчас я еду обратно к папе, ну, короче, типа вот это туда-сюда, причем на районе пробки сейчас, слава богу, что все это на моем районе, я всегда так радуюсь, потому что если бы эта штука была где-то в центре, ну, наверное, если бы это было где-то далеко, я бы миллиард раз переспросила, я просто была уверена, что мне сказали, что во вторник приедет, во вторник уедет, но для меня это звучало странно, потому что, ну, типа, неужели человек даже отдохнуть не захочет, который ехал, там, двое суток из Грузии, и в этот же день уедет, ну, короче, запуталась я, они меня запутали, я им говорю, мне просто сказали, им говорю, типа, какого, кто, зачем он вам так сказал, ну, короче, ладно, ничего, зато виноград поедим, надеюсь, дедушка не расстроится, ну, что поделать, все равно я ему отправлю посылку, просто чуть попозже, так, я уже дома, взяла лаваш, и поделила его на части, раз, два, три, четыре, и пятый лежит на столе, который мы сейчас будем кушать, вот, смотрите, сколько у меня где-то едали, мельмешки, нюнгетти, обожаю нюнгетти, и мороженое, вот, посмотрите, выглядит пустым, и чистым, мандарин, очень вкусный, лаваш, это на помойку, так что вот тут ничего особенного такого нет, здесь вот так вот, какие-то напитки, вот так, сейчас, наверное, сделаю рисочек, да, Зай, любишь рис? Любишь? Хочешь? Давай. Так что сейчас мы будем кушать, потом пойду монтировать этот влог, а, еще мне нужно разыграть свои платья, Вила, покажись. Чудо мое чудо, мама тебя даже не обняла, я совсем забыла, иди ко мне моя курочка, привет. Привет, здравствуй. Мой маленький фигненочек. Мы решили пересмотреть Мстителей, но не Мстители Мстителей, а мы посмотрели три части Тора, вчера мы включили первый Мститель, про Капитана Америку, и когда мы включали, мы подумали вот о чем, что мы смотрим все не по хронологии, но потом мы забили и решили продолжить смотреть так, как нам нравится. Хотя, наверное, это не особо-то логично. Короче, все, спасибо большое, что смотрели, люблю, целую, обнимаю, будьте счастливы, здоровы, подписывайтесь на мой ТикТок, на мой Инстаграм, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok